Здравствуйте! Меня зовут Руслан Сулейманов. В эфире программа «Африка. Второй фронт». Сегодня, как обычно, в это время мы говорим о самых главных событиях на Черном континенте за прошедшие сутки. Африканский Союз решительно осудил нападение повстанцев на востоке Демократической Республики Конго, в результате которых в июне погибли 150 человек. Об этом говорится в заявлении председателя комиссии Африканского Союза Мусы Факи Махаммад. Он также призвал власти ДРК в сотрудничестве со странами региона активизировать усилия по сдерживанию расширения террористической угрозы в районе Великих Озер. С начала месяца по меньшей мере 150 человек погибли в результате нападений, приписываемых АДС, начавшихся из соседней Уганды. Группа действовала на востоке Демократической Республики Конго на протяжении десятилетий. С конца 2021 года Конголезская и Угандийская армии проводят совместные операции против АДС в Северном Киеве и соседней провинции Итурии. Но пока не удается остановить кровавые нападения на мирное население. Восточная ДРК на протяжении десятилетий раздираема насилием со стороны вооруженных группировок. Подробнее о текущей ситуации в ДРК мы планируем сегодня поговорить с бригадным генералом из этой страны Жорисом Комбе. Пока что у нас есть трудности с подключением, но хотелось бы указать на то, что в ДРК крайне сложная ситуация. В ДРК действует так называемое движение 23 марта, которое поддерживает руандийская армия. И это то, что вызывает тревогу у всего международного сообщества. В нескольких резолюциях Совбеза ООН подчеркивается, что Руанда должна прекратить поддержку повстанцев. И это то, что должно способствовать нормализации ситуации. Кроме того, в этом году начался процесс вывода так называемых «голубых касок». Это войска под эгидой ООН. Как отмечают в ДРК, они не справились со своими задачами. И это, конечно, очень большая проблема к нам. Между тем, подключается господин Комбе. Я хотел бы его поприветствовать. Мен Сиен Комбе, спасибо за вашу приспособление. Приятного аппетита. Спасибо. Я буду беседовать с нашим гостем по-французски и последовательно его переводить. Первый вопрос, который я хотел бы ему задать, касается как раз таких ситуаций на востоке Демократической Республики Конго, где, напомню, погибло только с начала этого месяца порядка 150 человек. Вот хотелось бы спросить у нашего уважаемого гостя, с чем связана эта ситуация, с чем связан такой всплеск, чудовищный всплеск насилия. Монсиен Комбе, моя первая вопрос, если вы позволите, какая-то ситуация в Устоке, в Устоке, из Устоке и 50 человек, Господи, räкнер, си-ву-плеск, сексу-плеск, Продолжение следует... En tant qu'officier, je tiens d'abord à exprimer mon opposition ferme à la politique sécuritaire du président Félix Tshisekedi. Bien qu'il ait hérité de ce conflit, cela fait six ans qu'il est au pouvoir, sans avoir élaboré une stratégie efficace pour sécuriser l'Est de notre pays. Au contraire, les M23, soutenus par le général Paul Kagame du Rwanda, ont été ressuscités et occupent des territoires de la RDC. Depuis 2022, sans que les RDC ne parviennent à les reprendre, ce statu quo rend ces territoires de facto annexés au Rwanda. Malgré les provocations publiques du général Paul Kagame, le président Tshisekedi ne réagit toujours pas, si ce n'est par des paroles qui ne sont pas suivies des faits. Les patriotes militaires de notre pays, dont je suis le porte-étendard, ont lancé un appel au président pour nous permettre de mener cette guerre, d'abord sur notre propre territoire, afin de libérer ces zones, et si nécessaire, jusqu'à Kigali. Cependant, ils refusent d'entendre notre demande pour des raisons que nous ignorons. Pourtant, au sein de notre organisation appelée Force nationale, nous avons réussi à unifier les différentes factions militaires de notre pays pour constituer une force nationale solide. La seule capable qui peut être loyale pour la défense de notre pays, cependant le président préfère faire recours à des mercenaires et aux forces régionales qui, en réalité, ne mènent pas de combat efficace. Le général Paul Kagame, en tuant des Congolais, 150, humilie encore davantage notre pays et montre qu'il est le maître du jeu, n'en courant aucun danger ni sanction de la part de la communauté internationale. La condamnation ferme de l'Union africaine est, à mes yeux, nulle et sans effet, car elle ne change rien à la situation sur le terrain. Nous ne pouvons plus rester insensibles à cela, et otage des caprices de nos politiciens véreux et pleutres, nous réfléchissons sérieusement à l'action d'entreprendre pour mettre fin à l'immédiation que nous subissons depuis 30 ans. Le nouveau ministre de la Défense est arrivé, nous lui avons soumis un plan d'action, nous tirerons les conséquences nécessaires en fonction de la position qu'il adoptera. Il est crucial que nous prenions des mesures concrètes pour restaurer notre souveraineté et protéger notre territoire. Merci, Enfénement. Merci. Notre уважаемый гость, прежде всего, хотел бы отметить, что как офицер он хотел бы выразить свое твердое несогласие с той политикой в области безопасности, которую проводит президент страны Феликс Чисикеди. Хотя он унаследовал сам этот конфликт, и он находится у власти только в течение шести лет, но он так и не разработал эффективную стратегию по обеспечению безопасности на востоке страны. Напротив, так называемое движение 23 марта, которое поддерживает генерал Поль Кагамы из Руанды, оно, по сути, оккупировало часть территории ДРК в 2022 году, и вооруженные силы Демократической Республики Конго до сих пор не смогли вернуть контроль над этими территориями, и этот статус-кво, по сути, делает территории де-факто присоединенными к Руанде. Несмотря на публичные провокации со стороны генерала Поля Кагамы, господин Чисикеди никак не реагирует на эти выпады, за исключением, может быть, каких-то словесных высказываний, каких-то выступлений, но за этим ничего не следует. Военные страны, патриоты страны, представителем которых я являюсь, обратились к президенту с просьбой разрешить вести эту войну с тем, чтобы освободить свою территорию и при необходимости дойти до Кигали. Однако президент отказывается выслушать нашу просьбу по неизвестным нам причинам. И в рамках нашей организации, которая называется «Национальные силы», нам удалось объединить самые разные военные группы внутри страны, чтобы составить прочную единую силу, единственную способную силу для возвращения защиты и контроля над нашими территориями. Однако господин Чисикеди предпочитает использовать наемников и региональные силы, которые на самом деле не воюют эффективно. Генерал Поля Кагаму, в свою очередь, убивая конголезцев, еще больше унижает нашу страну и демонстрирует, что он является хозяином положения, не подвергаясь никакой опасности, не подвергаясь никаким санкциям со стороны международного сообщества. Решительное осуждение со стороны Африканского Союза, о котором вы упомянули, не имеет юридической силы, поскольку оно никак не меняет ситуацию на земле. Мы не можем больше оставаться равнодушным к этому, мы не можем оставаться заложниками тех прихотей, которые демонстрируют наши трусливые политики. Мы серьезно обдумываем, какие действия нам следует предпринять, чтобы положить конец этому унижению, которому мы подвергаемся на протяжении уже 30 лет. Как вы знаете, сейчас в Конго есть новый министр обороны, и мы представили ему свой план действий. Мы сделаем необходимые выводы, исходя из той позиции, которую он занимает. Но крайне важно, чтобы мы предприняли конкретные шаги для восстановления нашего суверенитета и защиты нашего народа от внешней агрессии. Следующий вопрос, который я хотел бы задать нашему уважаемому гостю, касается расследования попытки госпереворота в Конго, которая произошла 19 мая. Как известно, расследование уже завершено, и в настоящий момент продолжается суд. Я хотел бы спросить нашего уважаемого гостя, как он оценивает результаты расследования, и как конголезская общественность реагирует на это расследование и на ход судебного процесса. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В этом году в Когое проведение в прозрительном прозрительном процессе, как высказали где-то в Коудет, и высказали на пресс-поставке к 19 мая. Как вы выяснили, как вы выяснили, как вы реагируете в Когое? Вычислили ли вы результаты, как вы выяснили? Я должен отметить, что действия действия и публикация не позволяют определить что-то пытается укрепить. В отсутствие официй и милитарь, в аппарат секретарь, мы не можем не говорить окрепить. В результате просьба не представит ни официй или милитарь, если это не просто институты и пейцы, которые мы представили, с единственным экспертами Ланэр. Но мы хотим узнать о том, как его импликация влияет на это. Распределение с которой львы и львы были вступлены, и преследовательный процесс. Эта преследовательность существа на рюкзаке и искусство на правительство правительства. И, в том числе, мастеризм observан в начале, особенно с интерпретами компетентами, не пресажет ничего хорошего для следующего события. Наш уважаемый гость подчеркивает, что ход событий и публичные доказательства не говорят однозначно о том, что это была попытка государственного переворота ввиду отсутствия среди обвиняемых офицеров, солдат, представляющих аппарат безопасности. Не может идти речи о полноценном государственном перевороте. В начале процесса не было представлено ни одного арестованного офицера или солдата. Были представлены лишь простые фермеры и рыбаки. Да, был представлен общественности только один эксперт, но нам любопытно узнать, как и каким образом он связан с этим делом. Вызывает также тревогу та скорость, с которой было проведено расследование и начался суд. Это заняло меньше месяца. Такая поспешность вызывает сомнения по поводу справедливости данной судебной процедуры. Более того, тот дилетантизм, который мы наблюдали в начале судебного процесса, а также некомпетентность переводчиков, которые присутствовали при этом, не сулят ничего хорошего для последующих событий в рамках этого судебного процесса. Что касается конголесского общества, то оно имеет право быть обеспокоенным этой некомпетентностью, которая может ставить под угрозу стремление народа, стремление общественности к правде и справедливости. Что касается лично меня, то я не удовлетворен результатами расследования, учитывая те условия, в которых оно проводилось. И последний вопрос, который я хотел бы задать нашему уважаемому гостю, пользуясь случаем, он касается новости, которая появилась не так давно. Она касается властей Демократической Республики Конг, которые заявили о готовности подать судебный иск против компании Apple во Франции и США из-за использования в ее продукции незаконно добытых минералов. Об этом сообщало агентство АФП. Ранее руководство ДРК обвинило Apple в покупке полезных ископаемых, которые контрабандой доставляются с нестабильного востока страны в соседнюю Руанду, откуда их перепродают за границу. Вот об этой ситуации также хотелось бы поговорить с нашим гостем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... РДЦ и экспортирован через Руанда. В результате, Конго обвиняет в Европе с hypocrисией в этом конфликт, потому что эти коммерческие договоры являются ignorаться и даже поддерживать эксплуатацию и конфликт в нашем стране. Эта ситуация подчеркивает обязательность, чтобы поставить практики более transparentes и этих в оборудовании в минерах, чтобы поставить финансы и стабилизировать регионы. Спасибо большое. Наш уважаемый гость хотел бы сказать на то, что основная причина запланированного властями Демократической Республики Конго судебного разбирательства против компании Apple во Франции и США связана с эксплуатацией природных ресурсов, в частности кобальта, которые используются при производстве аккумуляторов для многих электронных устройств. И, как утверждается, Apple и другие крупные технологические компании получают прибыль от незаконной и неэтичной добычи кобальта. Зачастую этот кобальт добывается в очень тяжелых условиях, в том числе с использованием детского труда. И такая практика не только нарушает права человека, но и усугубляет те конфликты, которые имеются в регионе. Кроме того, недавнее подписание Европейским Союзом контракта на поставку полезных ископаемых с Руандой, страной, которая не имеет таких месторождений, не имеет таких полезных ископаемых, также мотивирует ту позицию, которую занимает руководство ДРК. Этот контракт поднимает вопрос о том, откуда на самом деле берутся те ресурсы, которые Руанда собирается продавать Евросоюзу. И мы имеем все основания говорить о том, что они могли быть незаконно добыты в ДРК, а затем экспортированы через Руанду. Поэтому Конго обвиняет Запад в лицемерии в этом конфликте, поскольку эти торговые отношения игнорируют текущую ситуацию и даже поощряют эксплуатацию природных ресурсов, поощряют конфликты в нашей стране. И эта ситуация подчеркивает необходимость срочного внедрения более прозрачной и более этичной практики поставок полезных ископаемых, чтобы положить конец этим злоупотреблениям, этому незаконному использованию наших ресурсов, а также для того, чтобы стабилизировать наш регион. Я хотел бы поблагодарить нашего уважаемого гостя, напомню о ситуации в Демократической Республике Конго. Мы говорили с бригадным генералом из этой страны, Жорисом Нкомбе. Мс. Нкомбе, спасибо вам за внимание, что вы можете подчеркивать. Это очень важно, что вы можете подчеркивать. Спасибо. Спасибо. Перейдем к другим новостям. Власти Нигера объявили о намерении увеличить численность вооруженных сил на 10 тысяч до 100 тысяч человек для защиты месторождений урана и нефти. Об этом сообщило агентство Экофин. Численность армии намечено поднять к 2030 году. Необходимость в этом объясняется активными вылазками террористов, которые уже несколько десятилетий угрожают добыче полезных ископаемых, отмечает агентство. Охране подлежат также другие стратегически важные объекты, в том числе нефтепровод Нигер-Бенин, благодаря которому нигерская нефть поступает на экспорт. Конференция начальников штабов стран Африки с участием США проходит в столице Ботсваны Габароне. Об этом сообщило на своем портале Африканское командование вооруженных сил США Африком. В конференции принимают участие начальники штабов 35 стран Африки, а также председателя Объединенного комитета начальников штабов США и НАТО. Встреча, которая продлится два дня, организована совместно Ботсваны и США. Впервые с момента создания организации в 2017 году конференция проводится на территории африканской страны, как отмечает южно-африканский новостной портал News24. В аналогичном совещании, которое проходило в минувшем году, в Италии участвовали 43 государства Африки. Электронное издание замечает, что в последние два года ряд африканских стран предприняли шаги по укреплению связей с Россией, в том числе в области обороны. В первую очередь это касается региона Сахель, где Буркино-Фасо, Мали, Нигер и Чад сталкиваются с растущей угрозой со стороны радикальных террористических группировок. Это вызывает все большее беспокойство США, чьи позиции в Африке ослабевают. Партия Аль-Джама'а, представляющая интересы мусульманской общины, готова войти в состав правительства национального единства ЮАР, которое формируется под эгидой Африканского национального конгресса АНК. Об этом сообщила пресс-служба АНК. В целом 10 из 18 парламентских партий страны поддержали формируемое правительство, говорится в сообщениях. Если остальные партии выскажут в ближайшее время пожелания о присоединении к Абмину, то все его участники должны дать согласие на это. 6 июня лидер АНК и президент ЮАР Сирил Ромапоса выступил с инициативой формирования правительства национального единства, так как ни одна из партий по итогам всеобщих выборов 29 мая не смогла завоевать большинство в парламенте. Первыми соглашения о принципах формирования и принятия решений в правительстве национального единства подписали 14 июня АНК и представляющие интересы белого меньшинства демократический альянс. Это позволило Ромапосе в тот же день переизбраться на пост главы государства на предстоящие 5 лет. О готовности войти в правительство объявили АНК, ДА, имеющие сильные позиции среди зулусов партия свободы Инката, правый патриотический фронт, левоцентрическая партия ГУД, националистический панафриканистский конгресс, опирающийся на белых фермеров, фронт свободы Плюс, левоцентрическое объединение, демократическое движение, либеральное Райзан-Си и Аль-Джамаа. Совместно они имеют 285 из 400 мест в национальной ассамблее Нижней палате парламента. Консультации по вопросу персонального состава правительства продолжаются. Как передает новостной портал News24, серьезные разногласия сохраняются между АНК и ДА. Демократический альянс добивается постов вице-президента ЮАР для своего лидера Джона Стэн-Хейзена, семи министров экономического блока и трех заместителей министров. АНК пока готов уступить ДА-3 министерских поста. Это была программа Африка. Второй фронт. Меня зовут Руслан Сулейманов. Всего вам самого доброго. Оставайтесь на CBC. Редактор субтитров А.Семкин